Здравствуйте, уважаемые любители фридайвинга! Вы снова на канале Апнеа Горький. И сегодня мы с вами посмотрим чемпионат мира по фридайвингу, который проходит на Корсике 2024 в самом разгаре. И сегодня спортсмены после двух дней отмены стартов ныряют в моноласте. И наши парни показали прекрасные результаты, сделали три самых глубоких нырка на этом чемпионате в этот день. Три самых глубоких нырка показали наши спортсмены. И это очень круто. Мы решили объединить все три нырка и показать это в одном видео. Итак, у нас на экранах Алексей Молчанов. Среди наших ребят он нырял первым. Как я уже сказал, до этого два дня старты отменялись из-за плохой погоды. Чемпионат получился с накладками по погоде. И в этот день и мужчины, и женщины ныряли вместе. Несмотря на то, что вот вы видите, что погода вроде бы такая хорошая, светит солнце. Но на самом деле на улице достаточно свежо. С утра было в районе 15 градусов. Спортсмены все рассказывали, что очень явный, очень такой резкий термоклин. Буквально с 15 метров. Резкое изменение температуры воды. Что, в общем-то, сказалось на результатах многих спортсменов. Итак, у нас на экранах Алексей Молчанов. Готовится к своему нырку. Как всегда, немножко отстранен. Взгляд такой расфокусированный. Несмотря на то, что Алексей знает, что будет термоклин, он по-прежнему ныряет без полумаски, без очков. Очень хорошая у Алексея устойчивость к изменению температуры. Несмотря на то, что не очень часто он ныряет в холодной воде. Хотя и рекорд Гиннесса по погружению под лед тоже принадлежит Алексею. И этот нырок вы можете увидеть у нас на канале. Итак, последнее приготовление. Алексей настраивает дыхание. Делает подготовительные вдохи и выдохи. Начинает упаковываться. Он это делает обычно достаточно медленно, в несколько заходов. Упаковка это дополнительные довдохи, которые позволяют вдохнуть больше воздуха, чем просто после самого полного вдоха. Итак, Алексей у нас занырнул. Классная мягкая работа моноластой. Хорошая стрелочка. Алексей вообще удивительный в этом смысле спортсмен. Несмотря на то, что он достаточно мощный, атлетичный, с хорошей мускулатурой. При этом он и очень гибкий. Итак, видели, что на 25 метрах Алексей набрал маусфилл. На 30 до набрал маусфилл. Дополнительную порцию воздуха в рот. И уже с опущенными руками начинает свое погружение. Работа ластой уже периодическая, непостоянная. Просто, скажем так, подрабатывает ей. Для того, чтобы стабилизировать тело. И придать ему дополнительное ускорение. Хотя вот в этой зоне уже, по сути, можно ничего не делать. И при этом погружаться на дно. Погружаться вглубь. Несмотря на очень большую глубину, вот у нас больше 90 метров уже, видим, что Алексей продолжает подрабатывать моноластой. Возможно, есть небольшое течение. Положение тела неустойчивое. Обычно Алексей на этой глубине уже всегда просто скользит, не двигаясь. Видим мы, какая темнота на этой глубине. И спортсмен у нас достигает заявленной глубины 131 метр. Срывает тег и начинает всплытие. Опять вытягивает руки в стрелочку для лучшей обтекаемости. И такая размашистая, неспешная, немножко, можно сказать, вальяжная работа моноластой. В основном Алексей работает в такой большой амплитуде и чередует ее с киками. Просто за счет ног. Вот видим большой такой изгиб, после которого несколько ударов просто ногами моноластой. Это позволяет ему переключаться с одних мышц на другие и избежать закисления в одной какой-то группе мышц. На 50 метрах Алексея встречает первый сейфити на скутере. Второй сейфити, 35 метров. Вот здесь, на этой глубине, в районе 20 метров, видно было, как изменяется цвет воды. И это, как правило, происходит из-за термоклина как раз. То есть это была граница термоклина около 20 метров. Итак, Алексей выныривает, дышит. Очень свеж. Классное состояние. Снимает зажим, показывает знак ОК. И говорит, что он ОК. Никакого намека, практически на гипоксию. Очень классно выглядит. Сразу улыбается. Практически не запыхался. Моноласта его любимая дисциплина. И это первое место на чемпионате мира. Воячо на Корсике. 131 метр в Моноласте. Офигенный результат. Несмотря на погоду, на отмены старта в предыдущие дни, Алексей показал, как нужно делать. И мы очень-очень рады за него и гордимся. Круто. А у нас на экранах следующий спортсмен из России, Андрей Матвиенко, со своим партнером по команде, Таней Земских. И в конце этого видео мы увидим, как Таня спасла попытку Андрея. Это было очень драматично наблюдать за всем этим. И скоро мы это все увидим. А пока Андрей готовится к своему нырку. Его заявка 120 метров. Моноласта также коронная дисциплина у Андрея. Любит он ее больше всего. Это не рекордная глубина Андрея в Моноласте. Но мы знаем, что перед чемпионатом мира Андрей немного переболел. И до сих пор находится не в лучшей своей форме. Но, несмотря на это, классно ныряет на этом чемпионате без сбоев. Добывает белые карточки. При этом ныряет очень-очень глубоко. Так, спортсмен у нас настраивается, готовится. Так же, как Алексей, он будет нырять без очков. Но в этом смысле Андрей более устойчив к холоду, чем Алексей Молчанов. Потому что постоянно тренируется в Геленджике, в Черном море. И постоянно на себе испытывает воздействие холодного термоклина. Потому что на Черном море термоклин очень-очень явный, жесткий. И, в общем-то, все эти суровые условия для Андрея не сюрприз. Итак, Андрей заныривает. В отличие от Алексея, он не вытягивается в стрелочку. Руки у него изначально сложены вдоль тела. Размашисто Андрей тут загребает. И поэтому непонятно, на какой глубине он набирал маусфилд. Но это не суть важна. Андрей продолжает работать ластой. Примерно до 50 метров. И потом входит в зону отрицательной плавучести. Где можно не работать и просто погружаться. И мы видим прекрасную, эталонную позицию. Андрей мастер обтекаемого классного скольжения, классного фрифола. Пожалуй, вообще один из лучших в мире в этом смысле. Андрей ныряет в моноласте Четма. В отличие от Алексея, который ныряет, конечно, в Молчановсе. На соревнованиях проявляется не только подготовленность спортсменов, но и разное снаряжение. И разные спортсмены предпочитают разных производителей. И вот с 50 до 120 метров Андрей у нас не двигался совсем. Немножко пролетел мимо тарелки. Повис на лайнере. Ну, сорвал все равно тег. И вот можете здесь заметить, как отличается техника всплытия Андрея от Алексея Молчанова. Если Алексей очень был такой замедленный, размашистый, то Андрей здесь не задерживается и сразу начинает активно работать моноластой. Но при этом, как вы видите, его движение, оно с такой небольшой совсем амплитудой. То есть, он работает не корпусом, а больше ногами. По нескольким причинам делается. Во-первых, для того, чтобы меньше участвовала в работе грудная клетка. Во-вторых, моноласта у Андрея достаточно мягко и позволяет работать ногами, не забивая их. И мы видим, как Сэйфити буквально не успевают за Андреем семенят ногами для того, чтобы хоть как-то успеть за его скоростью. И спортсмен у нас выныривает. Время нырка у него в три с половиной минуты. И вот здесь видим, что Андрей немножко потерялся. И Таня, его партнер по команде, громким голосом командовала ему, что делать для того, чтобы Андрей правильно выполнил свой поверхностный протокол. И помогла своему коллеге получить таки белую карточку, потому что просто нырнуть недостаточно. Нужно еще правильно сделать поверхностный протокол. И классно, что у Андрея все это получилось. Непростой был нырок для него, мы видим. И классно, что он так хорошо закончился. Ну а мы с вами сейчас будем смотреть на третьего русского спортсмена, самого глубокого в этот день, Александр Виноградов. Заявка Александра была больше, чем заявка Андрея Матвиенко. 128 метров. Но, к сожалению, Александр до своей заявленной глубины не донырнул, хотя и сделал классный нырок. Ну, не будем забегать вперед. Немножко сохраним интригу. Сейчас все увидите сами. Александр не так давно выступает на соревнованиях по фридаймингу в глубину. Обычно много лет Александр выступал только в бассейне. И вот буквально там несколько сезонов классно спрогрессировал, набрал глубину. По-моему, это его первый чемпионат мира, вообще глубинный по фридаймингу. Неплохо он здесь дебютирует. Вот, хотя и есть определенные нюансы в этом смысле. Нехватка такого соревновательного опыта сказывается здесь. Так, видим, спортсмен у нас упаковывается. В отличие от наших двух предыдущих спортсменов, Саша будет нырять в очках, в полумаске. Спортсмен у нас занырнул. Тоже он ныряет со стрелочкой. Заходит в зону термоклина. Опускает руки. И примерно на 50 метрах перестает работать моноластой и входит в зону фрикола свободного падения. Скорее всего, Саша ныряет в полумаске для того, чтобы защитить область глаз от воздействия термоклина. Потому что одно дело, когда у тебя все лицо открыто, как выражаются некоторые спортсмены, просто холодной водой шандарахает по лицу. Это очень, ну, как бы, выбивает немножко и себя. И вот мы видим, что Саша донырнул до 110 метров. Здесь показывается 109 метров. Видимо, дальше не смог продуться. Возможно, кончился у него запас маусфила. Запас воздуха. Ну, что-то помешало Саше. Хотя и результат тоже очень классный. 109 или 110 метров. Просто шикарный результат на чемпионате мира. В таких непростых условиях. Да, как бы мы знаем, что Саша нырял глубже. Но в более комфортных условиях. В условиях, например, Красного моря. Саша работает более размашисто. Более, как бы сказать, в единой технике. Одними и теми же мышцами. Не корректирую технику в этом смысле. Вот все страхующие уже на месте. Встретили спортсмена. Опять, да, заметили. Где-то в районе 20 метров. Цвет воды меняется. То есть, температура воды здесь тоже поменялась. И ответственный момент всплытия. Ну, Саша очень свеж. Легко делает протокол. Показывает, что с ним все в порядке. По ощущениям, легкий для него нырок. Вот. Но, видимо, что-то с продувкой пошло не так. Но при этом, вот эти метры, даже 109 метров, это третий по глубине результат на сегодня. Но, к сожалению, из-за того, что заявка у него была достаточно больше, 128 метров, Александру присудили штрафные очки. И третье место на пьедестале он не занял. Хотя мог бы, если бы заявка была столько, сколько он нырнул. Вот такие прекрасные результаты показали наши спортсмены за один день на чемпионате мира по фридайангу, который сейчас проходит на Корсике. Сделали три самых глубоких нырка в моноласте. И это очень-очень круто. А вы, если интересуетесь фридайингом и подводным плаванием, то обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей из мира фридайинга. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok